Всем привет! Сегодня мы снова в эфире Ask Me, и сегодня я хочу рассказать вам о том, почему предпринимателем может быть не каждый. И что такое генетический код успеха, существует ли он? Дело в том, что в последнее время стало очень модно быть предпринимателями. Всем кричат, увольняйтесь скорее с работы, всем быть предпринимателями, давай-давай, тут много денег, тут все могут ими встать. Но на самом деле так легко быть предпринимателем, и в чем вообще отличие между теми, кто может ими быть и кто не может ими быть. Лично я убеждена в том, что предприниматели это особенные люди, люди, обладающие особенными качествами. И эти качества есть далеко не у каждого человека. И для того, чтобы разобраться с этой темой поближе и, в общем-то, обсудить это детальнее, я предлагаю рассмотреть те качества, которые просто необходимы тем людям, которые готовы быть предпринимателями. И если сегодня вы не найдете их у себя, то, наверное, вам стоит успокоиться и просто делать что-то другое. Итак, номер один. Амбициозность. Что такое амбиция? Амбиция это когда человек реально сильно хочет и не может не хотеть. И ему не нужна никакая мотивация, потому что он все время хочет лучшее. Он убежден в том, что он рожден для лучшего. Он хочет сделать это лучше, и то лучше, и то лучше. Каждый раз, когда он что-то видит, он недоволен. И он хочет больше и больше. Он очень редко удовлетворен вообще каким-то результатом. Потому что каждый раз, когда он сделал лучше, чем было вчера, он снова хочет сделать это по-новому. В чем же проблема амбициозных людей, скажете вы? Я тоже амбициозен, но что-то у меня ничего не получается. Для того, чтобы ваши амбиции сработали, у вас должны быть и другие качества. Такие, как упорство, такие, как ум, мудрость и, в конце концов, силы для того, чтобы взять себя и поднять. Потому что действительно есть очень много людей, которые говорят, да-да-да, я хочу-хочу, но на самом деле ни черта не готовы сделать. И если вы сегодня сидите и критикуете других, если вам сегодня все не нравится, но при этом лично к себе у вас нет вопросов, то, скорее всего, ваша амбициозность вам никак не поможет. Предпринимательство – это всегда нестабильность, неопределенность и вообще все не-не-не. Если вам нравится дома, спать себе комфортненько, знать, какого числа, в какое время вы получите свои денежки, четко понимать, что, вот, например, в июле вы едете отдыхать, а в августе у вас запланирована какая-то там, я не знаю, тусовочка с друзьями, встреча с одноклассниками. В общем, если вы все очень любите, чтобы было по полочкам, то предпринимательство – это не для вас. Предприниматель истины – это человек, который прекрасно понимает, что стабильность, определенность – что это? Это вообще не про него, нету ничего такого. Вот сегодня уже вот-вот ты скоро станешь богатым, твой бизнес уже поднимается, и тут же в это же время происходит что-то такое, и все к черту закрывается. Твой сотрудник увольняется, твои магазины закрываются, тебе меняют договор аренды, сегодня почему-то у тебя совершенно нету клиентов, и вот ты уже считал, что ты покупаешь себе машину и открываешь новый офис, и упс, и снова все поменялось. Поменялась власть, поменялись люди, все поменялось. И если для обычного нормального человека это стресс, это ужас, боже, что делать, то для предпринимателя это обычная обстановочка, и необычная она только тогда, когда ничего не меняется. Тогда предприниматель думает, что же не так. Поэтому, если определенность и вот эта всестепенность вам очень нравится, не надо идти в предпринимательство. Никогда, запомни, никогда в предпринимательстве не наступит время, когда будет все четко и слажено, когда ты точно будешь знать, что все работает как часы, когда не будет никаких сюрпризов, приятных или неприятных, ничего такого не будет. Так в чем же кайф предпринимательства? Знаешь в чем? Кайф вот этой вот неопределенности как раз и заключается в том, что в отличие от сотрудника, который очень четко понимает, сколько он будет зарабатывать, когда у него зарплата, ты в один момент можешь стать как очень бедным, но так и очень богатым. И именно это нравится предпринимателям. Знать, что все может измениться в одночасье. И это кайфово. Поэтому, если ты действительно хочешь быть предпринимателем, ты должен чувствовать кайф от того, что все постоянно нестабильно и все меняется. И чем больше неопределенности, тем больше кайфа. Оляк! Еще одно крутейшее качество предпринимателей, которых я знаю, успешных всех, это конфликтность. Вот, знаете, нету спокойных людей в предпринимательстве. Босс, шеф, истинный богатый, успешный человек, это человек, который любит конфликты. Это не значит, что он как баба на базаре орет и готов всех бить, бить, бить. Но это означает, что ему постоянно нужно идти туда, где остренько. Туда, где можно проявить свой характер. Потому что предпринимательство это не для слабых людей. И нужно всегда уметь постоять. И за свой коллектив, и за свое дело, и за своих клиентов, что самое важное. Конфликтность должна быть. Я могу даже сказать, что предприниматели хорошие даже будоражатся от этого. Им нужно постоянно чувствовать в себе этот завод. Знать, что есть у них мощь, лупануть хорошенько. Лупануть так, чтобы деньги привалили. Лупануть так, чтобы все обходили их стороной, и конкуренты не делали им гадостей. Поэтому, если вы чувствуете в себе этот заводик, то предпринимательство явно вам понравится. И запомни главное правило. Не важно, предприниматель ты или не предприниматель. На самом деле, это не имеет никакого значения. Важно быть собой. Важно делать то, что нравится тебе. И тогда, только тогда, ты сможешь стать по-настоящему успешным человеком. Потому что, на самом деле, быть мастером своего дела, делать что-то очень круто, приносить пользу компании, это тоже классно. И на этом можно зарабатывать весьма серьезные деньги. Дело в том, что когда ты работаешь в компании, ты приносишь пользу другим, делая то, что тебе говорят. При этом, никто не мешает тебе расти, развиваться, становиться настоящим, классным таким мастером. Знаешь, чтобы за тобой охотили, чтобы тебя переманивали хедхантеры, чтобы твои денежки тоже постоянно росли. Но если ты предприниматель, то здесь несколько другие качества. Предприниматель – это человек, который не хорошо выполняет то, что ему сказали, а который умеет сгенерировать те действия, которые принесут деньги. Которые принесут деньги тем людям, которые у тебя работают, которые принесут пользу. Поэтому предприниматель, у него просто, ну, несколько другой масштаб мысли. Поэтому не надо стараться быть тем, кем ты не являешься. Очень важно четко понять, где тебе комфортно найти то место и то дело, которое будет приносить тебе удовольствие. И развиваться, развиваться и развиваться. Потому что именно это счастье, а не просто приставка предпринимательства, которое к тебе ровным счетом не имеет никакого отношения. Поэтому внимательно проанализируй и еще раз пересмотри то видео, которое я записала. И вполне возможно, что именно сегодня тебе гораздо более стало или станет понятно, в какую сторону тебе идти. Ну, а мне непременно будет интересно узнать, что именно ты вынес из этого видео. Поэтому обязательно, пожалуйста, напиши свой комментарий, поставь мне лайк, потому что я, как всегда, стараюсь именно для тебя. Ну, а уже в следующем выпуске я расскажу тебе о том, как добиться большого, большого, большого успеха нет, не то, о чем ты подумал. Большого успеха, потому что большой успех это то, о чем мечтает каждый из нас. И есть определенные правила, которыми ты можешь пользоваться для того, чтобы он настиг тебя как можно раньше.